Привет, дорогие сплетники! Это я, Папочка, всех сплетников Антон С. У меня сегодня целая сумка с кучей доказательств. Поговорим сегодня про полную отмену Анны Асти. Проговорим про то, что Моргенштейн поддержала свою родину Башкортостан. Поговорим про дажу Кати Конусовой диктаторскому режиму. Ну и самое интересное, наконец-то мы накопали, кто такой, что за мужик в жизни Алексея Житковского. Все в сегодняшних сплетниках, поэтому наливайте чашку кофе. У нас сегодня шикарные жирные сплетни. Дорогие мои сплетники, наконец-то к нам прилетели пташки про Алексея Житковского. Много раз я спрашиваю, что у него за мужик, кто его там гуляет, что за любовь. Почему так все скрыто? Пишет мне пташка. Антон, привет! Хочу порассуждать про Лешу Житковского. Странно, что еще со времен вашего Санжелика гадание на него. Из-за этого у меня есть мой основной канал. И вот это вот видео о гадании на Житковского. Не так давно по этой ссылке можете пройти и посмотреть. Странно, что еще со времен вашего Санжелика гадание на него никто тебе не написал о его безумной любви к женатому парню с фамилией Стахурский. У меня нет инсты, поэтому не могу поделиться ссылкой на него. Но, возможно, они до сих пор друг на друга подписаны, и ты сможешь его найти. Так вот, это был 18-19 год примерно, пишет Ташка. Леша Житкий. И в оба тусовки называют Житкий. Как мы его все называли в компании, тогда еще жил в Питере. Был суперпопулярен, был звездой всех вечеринок и отвязан от его сил. Периодически по пьяни выкладывал в ленту фотографии со Стахурским. Так как хотел, чтобы все видели, что он его парень. Под утро все посты, конечно, стирал. Эти отношения не скрывались. Вся наша огромная компания это видела. И это даже поощрялось, как будто. Все было по приколу. Такие свободы. Как раз тогда Леха и стал экспериментировать с внешностью. В ход пошли косметические процедуры, чтобы стать более феминным. То есть, стать более женственным. Я спрошу, что за Стахурский? Ростислав Стахурский. Вот его, значит, фотография. Это не лучшего фото, конечно. И дальше Питашка добавляет. Это вся одна компания близкая. Миша Авербах, Леша Миронов, диджей. Это самые близкие друзья парня Житковского на тот самый момент. И дальше Питашка мне добавляет. Я долго не хотела эту тему поднимать. Так как у Стахурского жена Лиса. Мне ее жаль в этой ситуации. Чисто по-человечески. У них вроде еще ребенок есть. И дальше она добавляет. Эта самая Питашка. Она сама девочка непростая. У нее папа продюсер влиятельный. Думаю, поэтому эту тему замяли. И потерли все фото Ростислава. И дальше мне скидывают вот эту вот статью тут целую. Алиса Стахурская. Я рада, что мой муж предприниматель до мозга костей. Так она говорит про этого самого Стахурского. Который любовь. И считай, ну как утверждает Питашка, любовник Алексея Житковского. Кто такая Алиса Стахурская? Дочь президента северо-западного рыбопромышленного консорциума. И продюсера Геннадия Миргородского. То есть она много работала у отца именно в контексте шоу-бизнеса. Помогала отцу в этом деле. Ну папа там очень серьезный. И вот мне интересно. Что за непонятная лично мне ситуация? Вообще для меня всегда удивительна эта ситуация. Когда мужики, которые женаты. У которых есть дети. И которые развлекаются с мужиками. Например, такими, как Леша Житковский. Я не уверен. Я не знаю, какие сейчас отношения у Стахурского с Житковским. И до сих пор ли они вместе. Но мне неимоверно интересна эта самая информация. Потому что... Посмотрите, ребят. Сколько времени я говорил про Житковского. Ни слова. Ни полуслова. Все молчат. Все молчат. Как воды в рот набравшие. Опять же, Житковский слишком популярный человек. Он популярный. Я не знаю, насколько он популярный. В медиапространстве он неимоверная звезда светской тусовки. Назовем это так. И вот мне всегда было интересно, почему все молчат. И вот, наконец-то, не молчат. Кто хочет что-то добавить? Потому что мне эта информация очень интересна. Многие, на самом деле, говорили, утверждали, что он по женатикам. Что у него какой-то серьезный дядя его гуляет. Я не знаю, насколько... Кто такой вообще Стахурский в отрыве от своей жены? Алисы Стахурской и ее серьезненького папы. Насколько папа Геннадий Мергородский знает про увлечение собственного зятька. Развлечение его с прости господи. Ну это прости господи. Леша Житковский. Ой, какая интересная тема. Ой, как все сложно. Знаете, я отлично, на самом деле, понимаю ситуацию. Любовь зла, полюбишь и козла. И ничего ты с собой поделать не можешь. Но когда ты, вопреки здравому смыслу, человек, жена или замужем. В Европе, например, можно жениться на парня, на парню. Но оставь-то эти потуги. Ну, лезть вот этим вот третьим человеком в семейную ячейку. Ну, опять же, да, если рассуждать так про Стахурского. Он женат. Вроде как утверждается, ребенок есть. А на самом деле, по парням, которые не выглядят как парни. Да? Ну, которые слишком такие женственные. Очень интересно. Я обожаю такие драмы. А на самом деле, от Житковского я точно такой же драмы. В принципе, и ожидал. В любом случае, кому есть что добавить. А может быть, кто-то прольется. Еще какой-то дополнительной информацией. Очень интересно послушать ваше мнение. И, конечно, милые мои. Каждый день, даже когда папочка отдыхает. Сейчас я на юге. В юге Франции работает, чтобы вам было что обсудить. На что посмотреть, когда вы пьете ваш вечерний стакан вина. Или утреннюю чашку кофе. Поэтому поставьте лайк. Это буквально секунда вашего времени. Это ничего вам не стоит. Это очень помогает нашим комьюнити. И, конечно, сделать эту красненькую кнопочку. Селенько подписавшись. Таким образом, вступив в самое крутое сплетческое комьюнити. Русскоязычное сплетческое комьюнити на этой планете. Ну, и, конечно, ребятушки, дорогие. Вчера вышел крутой влог. Мне понравился. Мне понравилась атмосфера. У меня гениальнейший монтажер. Что он делает с моими видео. Это просто... Чувак, я тебя обожаю. Я тебе про это постоянно говорю. Вышла вчера вот эта вот уточка в ложе. Хорошо зашел. Многим понравилось. Он со многими срезонировал, скажем так. Я с вами кроп-топами от Луэвы. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Давно хочется немножко так разгрузить мозги. И познакомиться с папочкой сплетников от ревят сплетен и новостей. Ну, и, конечно, сегодня утром у нас вышло гадание на Макса Барских. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Многие просили. Слишком много вопросиков про патриотизм Макса Барских. Про мужиков Макса Барских. Про его отношения к России. Про отношения к Украине. Слишком много было вопросов. И мы с моей мамой любимой мамочкой. Привет, бабуля. Попытались разобраться в этой ситуации. Поэтому, кто пропустил, ссылка будет также в закрепленных комментариях. Уверен, кому интересен формат Таро, в принципе, вы найдете для себя что-то интересное. Буквально вчера, ребят, значит, звезду сериала Триггер Каменская. Очень много. Более 90 ролей у него, оказывается. Мы говорим, конечно, здесь про Анатолия Руденко. Ой, такое, знаете, красивое славянское лицо. Голубые глаза, цветы неба над Лодзью. Мландин и все такое. Задержали его. Значит, ситуация, какая была в Москве. И задержали тачку. Он в такси ехал на проверку. И он начал себя нервно вести. Его задержали. Отвезли сотрудники ГИБДД в отделение. И, значит, обнаружили у него пакет с веществом. С беленьким веществом. Нет, это не... Это оказался... Он читаем по губам. И здесь такие вещи запикиваем. Потому что у нас слишком, наверное, дорога наша монетизация. На допросе он сказал, что обнаружил пакет с этим самым веществом. Во время прогулки с собакой. Он, значит, положил этот самый пакет в карман. Так как думал, что это... Ну, кто-то там рассыпает, чтобы собакам было плохо. Они съедают. И собака там, я не знаю, отправилась к братца. И, значит, по словам Анатолия, он просто забыл о своей находке. И вспомнил лишь 17 января. Ранее Руденко поделился своей историей с коллегами. Которые якобы подсказали ему, что в пакетике могла быть запрещенка. Поэтому он не избавился от этого. Он не объяснил ничего. Почему он не избавился от этого, он не знает. Значит, ребят, представьте себе простую информацию. Все вы отлично знаете, что разбрасывают те нелюди, которые пытаются, не знаю, чтобы ваша собака съела там и отравилась. Все вы знаете, как это выглядит. Это не кусочки мяса. Это что угодно. Это не пакетики с веществом определенного цвета. Конечно, это не это. Мужик взрослый, да, он не наивненький, какой-то глупенький мальчик. Он в шум-бизнесе давно отлично видит, как выглядят пакетики с веществами. Просто идете с собачкой, пакетик лежит, и в кармашек. Ну, правда, ребята, да? Ну, появилась дальше следующая информация. Немоверно интересная информация появилась. По поводу него, значит, сообщили, что заветный этот самый пакетик с веществом было у него не в кармане. А он, слушайте, был приклеен скотчем к телу. В районе межножья. Позовем это так. Помните самую тетку из счастливого мести? Как же ее фамилия-то была? Мы вот в этом самом видео обсуждали. Это было лет пять назад. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Она тогда тоже утверждала, что не знает, как в трусы это все попало. Упс. Помогите, люди добрые, не знаю я, почему этот пакет у меня в межножье. В районе межножья. В общем, видите, что творит Ютуб, да? За определенные слова он снимает монетизацию. Не потому, что Ютуб такой злой. Ты говоришь, что хочешь на Ютубе. Проблема здесь в другом. Некоторые рекламодатели не хотят, чтобы их реклама игралась на контенте, где обсуждают что-то там серьезное такого толка, да? Поэтому ты начинаешь запрятать слова типа межножья. И значит, у нее тогда это была вся тема. И вот, пожалуйста, у него не просто в кармане приклеено скотчем. Район межножья под труселями. Его мать известная актриса, на самом деле. То есть, он не просто смазливый мальчик, который получил успех. Его мать известная актриса. Она заявила следующее. Любовь Руденко. Она считает, что Анатолий, возможно, кто-то подставит. Она заявила следующее слово в слово. Его безупречная репутация. Он не мог такого сделать. Это, скорее всего, была подстава. Смотришь на этого сыночку Корзиночку. Ну, красивый. Глубоглазый. Блондин. Мамина любовь. Успешный актер. Ну, конечно, мама скажет. Возможно... То есть, не то, что мама, конечно, скажет. Мама, возможно, и не знает ничего. Не про то, чем он занимается. Зачем он к межножью приклеивает скотчем пакетики, которые находят на улице. Возможно, мама элементарно не знает. И, возможно, любят лучше, когда ваша мама не знает какие-то детали в вашей жизни, которые могут ее расстроить. Берегите своих мамочек. Поэтому здесь, конечно, хороший сыночка. Но то, что сыночка Корзиночка приклеит к межножью пакетики. Мама в шоу-бизнесе. Мама сама известная актриса. И госпоже Любови Руденко. Нужно, конечно, понимать, что шоу-бизнес идет со своей территории. Возможно, когда она смотрит в эти незмутненные ничем голубые глаза своего сына. Может быть, ей нужно было знать о нем эти самые детали. Ну, понимаете, ребят? Я давным-давно перестал очаровываться публичными личностями. Я давным-давно перестал очаровываться вообще кем бы то ни было, когда дело касается шоу-бизнеса. Не потому, что я такой ханджа, если человек на чем-то сидит, это значит, что он неплохой человек. Это просто я человек с зависимостями. Ну, люблю я бутылку красного вина, понимаете? Поэтому, когда я узнаю про очередную звезду, знаете, сына Корзина, он такой не мог. Все он мог, госпожа Руденко. Все он мог и все он делал. Вот такое, да? Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. Помните, мы говорили про Константина Сидоркова, который был на этой самой вечеринке у Насти Ивлеевой? Он серьезный, снимал пост ВК, ВК-музыка, кажется, да? И ВК-ультра, что ли, ВК-премию, что-то такое там, да, какое-то подразделение. Гей, конечно, гей, да, с ротацией парней нон-стопом, да, ну, жил лучшую свою жизнь. Съездил он, помните, мы говорили вот в этом самом видео, по этой ссылочке можете пройти посмотреть. Ездил он на Донбасс, прямо сразу пулей полетел на Донбасс замаливать грехи. Не помогло ничего. Поездка в ДНР не смогла спасти его. Он был уволен. Уволен за что? За просто вечеринку? Да, нет. Не понимаю, не понимаю. Сейчас пошло, знаете, все. Под одну гребенку стали все грести, стали всех глин увольнять, лишать гражданств, как она, а не через секунду. А может быть, спла его ориентация. Слезалась вот эта вот грязь про него, да? Не помогла ему поездка в Донбасс. Посмотрим, насколько это сильно поможет Диме Билану. И помните, самую ярую защитницу Кремля, когда дело касалось травли. Это самые вечеринки. И людей на эту самую вечеринку прибывшие. Мы, конечно, здесь говорим про Катю Конусова. Катя Конусова сейчас продолжает снимать видео и упорно не замечает тысячи комментариев. Лочит всех там направо-налево. Каждый вопросик, Катя, неужели ты думаешь, что у людей память как золотой рыбки, они забудут твою проплаченную тему с травлей людей, которые пришли на самую вечеринку. Нет, Катя, понимаешь, может люди забудут? Я не забуду. Я тебе на какой-то момент был слишком высокого мнения, чтобы таких, как ты, забывать. И давайте закроем глазки на все на это. Продает она собственный бар в Алане, да? Вот, пожалуйста, вам объявление. Прислали мне наши пташки из Турции. Почему продается? Несмотря на то, что бизнес прибыльный и находится в полностью рабочем состоянии, наша команда приняла решение о продаже. Почему? Дело в том, что наш основной бизнес-медиа. Конечно, для Кати сейчас основной бизнес-медиа. Потому что она получила собственное шоу на федеральном канале Российской Федерации. И, конечно, она продалась с потрохами. Об этом она не пишет. Он требует большего от нас. И мы полностью не находим времени, чтобы заниматься рестораном и развивать его. Мы полностью уверены в дальнейшем успехе Love Cafe. Поэтому ищем заинтересованного в развитии нынешней концепции человека. Полностью готовый бизнес. Бла-бла-бла. Вот эта вот вся тема. Это по всем аланийским чатам. Сейчас это в Алании все находится. Конечно, все понеслось. Пташка мне пишет. Тра. Наша замечательная Катя Коносова. Антон, привет. Насчет Кати Коносова. Знакомая с ней лично. Мама все правильно говорила во время гадания. Кто не знает, мы гадали на Кате Коносова вот в этом видео. По этой ссылочке можете пройти, кстати, кому интересно. Моя мама все правильно говорила во время гадания. У нее был бизнес с бывшим мужем, от которого она родила сына. По ее словам, в Турцию она переехала за два года до войны и за здоровье сына. Мол, ему климат там ближе. Ей сейчас дочь от парня, гражданского мужа. Они не в браке. Он работает на нее и помогает ей со всеми расследованиями. В прошлом блогер. Переехала она сейчас в Россию, так как ее позвали на ковер и пригрозили прикрытие лавку по рекламе из России, если она не прилетит обратно. Естественно, она забрала деньги и переехала. Плюс за ее переезд ее всунули на какой-то канал с ее собственной передачей. Есть малоизвестный факт о ней. Катя получила, у нее, кажется, есть турецкое гражданство под левым именем. Об этом мало кто знает. Сама Катя говорила, что вернулась в Россию еще из-за того, что Костя и ее парни отказали ВНЖ. Поэтому они были вынуждены переехать. Пташка утверждает, что это все чистое вранье. Никаких проблем с ВНЖ у него не было. Еще у меня большие сомнения насчет ориентации у парня. Уж сильно он манерный и сладкий. Почти уверена, что бисексуал. Почему я верю? Я верю в это сразу, да? У нас получилась такая ситуация, что на какой-то момент после войны у меня еще рекламировались большие компании из России. Языковые школы, какие-то, ну, знаете, курсы, да? Это серьезные компании, то есть они какие-то блогеры, это серьезные какие-то онлайн-обучения. И на какой-то момент пропали все, абсолютно все. А потом начался интересный цирк. Антон, пишет моему ассистенту, мы у вас рекламировались там три с половиной месяца назад. Пожалуйста, удалите нашу рекламу с вашего канала. Кто не знает, на ютубе есть опция, можно удалить уже из залитого видео, можно просто вырезать кусок. Удалите рекламу. Я сказал, я ничего не удалю, пока не получу предельно чистого и откровенного объяснения. Конечно, давят. У нас огромные проблемы, что, слышите как, да? Прямая цитата. Я не буду говорить, кто мне это писал, но это писали открытым текстом так. У нас есть огромные проблемы из-за того, что мы проспонсировали видео блогера, который имеет четкую антивоенную позицию. Я напомню, весь Савок жил под лозунгом «Мир и мир нет войне», да? А теперь у компании, которые спонсируют блогера, которые имеют 100% антивоенную позицию, у компании таких огромные проблемы. Сейчас у нее рекламы полно. У нее полно рекламы. Люди в ярости. Ее подписчики просто не видят, что шьется все белыми нитками. Но реклама нужна была ей. Она за рекламу, ну, наверное, и маму сможет продать. Вот такая вам замечательная правдорубка Катя Коносова. Интересно послушать ваше мнение. Ну, а кто хочет поддержать блогера, который каждый божий день старается для вас со своих трех каналов, по 9 видео у меня в неделю выходят, дорогие мои. Можете всегда кинуть донат через «Суперспасибо», но маленькое сердечко под видео. Ну, или можете всегда кинуть нам донат через «Бусти» в описании к ролику, как это сделать. Кидай донат через «Бусти». Комендую, всегда получаете видеооткрытку специально для вас записанную. Воздравление с днем рождения, с годовщины. Привет вашей подруге. Привет лично вам. Лично маленькая такая видеооткрыточка специально, эксклюзивно для вас записанная. Наш форум благодарности за ваш чедрый донат. Но если вы где-то в свободном мире, Америка, Европа, Азия, ну, хотя бы пару реклам не промотайте. Это очень поможет нам при нашей очень плохой монетизации. Помогите мне, а я буду продолжать радовать вас ежедневными сплетнями и новостями. Появилась интересная информация. Элджей тайно вышел из лейбла Анни Асти, чтобы не лишиться выступлений в России. Украинке Анны Асти, я не знаю, лишили ее сейчас гражданства или нет. Обсуждали мы вот в этом вот самом видео не так давно. Рэпер сейчас улетел в Таиланд, чтобы переждать катастрофические последствия той самой вечеринки бывшей жены Насти Ивлеевой. В конце сентября Анна Асти запустила собственный музыкальный лейбл Phoenix Music Label. Она рассказала, что ей тогда удалось заманить к себе таких звезд, как Лолита и Элджей. Их имена красуются на официальном сайте лейбла. Но после скандальной вечеринки бывшей жены, Элджей решила обрубить все связи с участниками этой самой вечеринки, в том числе и самой Анны Асти, которая пела у Ивлеевой. Теперь менеджер Элджей при планировании корпоратива отдельно отмечает, что никакого отношения к лейблу Анны артист не имеет и якобы просто так выступил на открытии лейбла. Интересная тема. Понимаете, сейчас страшно. А только ты попадаешь в немилость власти. В России только так. Власть, Кремль, все. Только там пересек дорожку тебе, все, да. Не просто с тобой отказываются работать концертные площадки, какие-то, я не знаю, рекламные договора. С тобой люди перестают работать не потому, что они лично тебя там ненавидят или не терпят, потому что последствия у этих людей могут быть катастрофические. Только потому, что вы работаете с тем или иным человеком, который сейчас в немилости. А у Анны Асти сейчас серьезные проблемы. Она улетела с мужем из России после той самой вечеринки и отмены концертов. Она сейчас пытается переждать зиму, насколько я знаю, в Европе. А к частным выступлениям планирует, да. Ну, планировать она может что хочет, да. В марте стало известно, что ценник на корпоратив Анны Асти снизился до той самой знаменитой вечеринки. Это было 10 миллионов рублей. После стало 7. Райдер тоже претерпел изменения. Скромные 600к, цвет и звук 500к и напокушать всего 100к на всю команду певицы. Сейчас все запланированные концерты отменили или перенесли на другие даты. Напоминаю, что в начале года должен был вставиться концерт Асти в Сочи. Его перенесли на январь 25-го. Запланированный мартовский тур пока под вопросом. Возможно, возобновление, когда шумиха с Мотоборской вечеринкой утихнет. Сейчас об этом речи быть не может. Я не думаю, что утихнет Цирбор. Я думаю, последствия будут жуткие. Все вы видите, люди даже, которые съездили на Донбасс, это им не помогает. А Настя, это бывшая украинка, которая позор Украины, отказалась от украинского гражданства. Сидела же во время ударов России по Украине в Украине. Потом переехала в Россию, получила российское гражданство. Ну а сейчас она получает то, что заслужила. Я считаю, каждый иуда, каждый предатель, его видят за километры. И он, каждый из них, должен отвечать за свои действия. Это не бумеранги, понимаете? Это все гораздо серьезнее и сложнее. Жалко. Ни в коем случае. Ей встелила эту самую постель. Ей в этой самой постели и лежать. Милые мои дамы и господа. Два интересных закона в Российской Федерации. В Госдуме предложили наказывать за разводы. Развод, да? Отправкой в зону войны или штрафом в 100 тысяч рублей. С таким предложением выступил Милонов из «Единой России». Заявил, что он на стороне добра. Цитата. Штраф в 100 тысяч или обязательной работы в зоне СВО. Надо наказывать за разводы. А брак, это же естественно. И так праздник человек. Я не знаю, пошутил он или нет, но законы сейчас принимаются абсолютно безумнейшие. А вот это закон, то есть про Милонов, это еще под вопросиком, будут ли вас наказывать за расторжение брака. А это закон уже реально чисто правда. Это цитата. Установлен 281 физическое лицо, пропагандирующее ЛГБТ-идеологию и участвующее в деятельности движения. Движение ЛГБТ. Вы слышали про такое движение? Я ЛГБТ, я такого движения не слышал. Верховный суд в частности указывает, какие признаки объединяют участников движения. То есть я постоянно говорил, что такое ЛГБТ-пропаганда. Как это вообще может проявляться сейчас только что. А откуда же, я хочу сказать, из Екатеринбурга. Девчонка получила штраф за фотографию с радужным флагом. Если будет повторное нарушение, ей грозит 4 года колонии общего режима за фотографию с радужным флагом. Объем сюра, вы слышите? Верховный суд в частности указывает, какие признаки объединяют участников движения. Среди них оказались, например, использование в речи фемиитивов. Теперь, по закону, дорогие мои, если вы в России скажете, теоретически, секретарша, учительница, директриса, то это может транслироваться как? Это закон. Есть вышел закон, который определяет рамки, что попадает под ЛГБТ-пропаганду. Если бы вы сказали, например, учителька или блогерка публично, вы использовали фемиитив. Таким образом, вы по закону можете попасть под закон о пропаганде ЛГБТ-ценностей. И вы, возможно, можете быть признаны одним из участников движения ЛГБТ. И за это у вас будут серьезные проблемы. Как я напомню, только что уже впервые, вот сейчас был прецедент, да, вылупили штраф за повторное 4 года колонии. Никаких вам докторок, блогерок, учительница, учитель теперь, учитель, секретарь, художник. Я Мария Ивановна, я художник, не художница. Потому что, если вы назовете ее художницей, значит, вы использовали фемиитив. Но это правда. То есть, вы понимаете, размер и объем абсурда, он не укладывается у меня в голове. Но вот имеем сейчас то, что имеем. Так что, да, милые мои, давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно слушать ваше мнение. Ну и, конечно, сейчас идут какие-то безумные травли людей в Башкортостане. В Башкирии люди, мирная демонстрация. Посадили мужика, считай, на 4 года за слова. Просто за два слова, которые с переводом, я не понял смысла, что такого, что могло помнить за собой 4 года колонии строгого режима. Я не понимаю этого. Моргенштерн выложил вот это вот. И, как утверждается, он, вероятно, так выступил в поддержку протестующих в Башкортостане. Он опубликовал в Инстаграме изображение памятника национального героя республики Салавата Юлаева и фото в национальном головном уборе. Сам он родился и вырос в столице Башкортостана, Уфе. Идут гонения. Люди просто выходят. Мирные демонстрации. Людей хватает, людей кидают. А знаете, что мне написала сегодня Пташка в мой Инстаграм? Я сегодня прочитал и очень захотел вам тоже озвучить. Привет, Антон, анонимно. Сегодня вы наверняка знаете, в Уфе прошел митинг в поддержку экоактивиста Фаиля Алсынова, а также с просьбой отставки Раде Хабирова. Вчера свое обращение записал башкирский рэпер Алтынай. Кстати, имя его женское и настоящее. Не знаю, почему пишет Пташка. Алтынай Валитов. Он поддержал Фаиля и тех, кто его поддерживал в Баймаке. Он раскритиковал тех, кто в Башкирии говорит Россия для русских. И тех, кто заводил уголовки по национальному признаку. Хотя вы знаете все, это уже наверняка, да, это все знаю. Спасибо, милая Пташка. Дальше Пташка пишет. Сейчас неизвестно, где он. На его квартиру в Уфе уже покушались. Алтынай выступал в школе, где я училась в 19-м году, в честь 8-го марта. Музыка у меня не по душе, однако я сейчас уважаю его верную позицию. Это вам не Элвин Грей, который являетесь башкирским бибером. Музыка у меня тоже не нравится. И дальше пошло то, что я читать не буду, ибо кое-что сольем. Хватает людей, куда их увозить неизвестно. На их квартиры совершаются рейды. Безумие. Интересно послушать, кто из Башкортостана, что там вообще в деталях. Давайте, потому что новости настолько сюрреалистичны, настолько безумны, что в голове лично у меня они не укладываются. Никаких больше блогеров, учителок или, скажем там, художниц. Художник, адвокат, учитель, блогер. Иначе, если вы скажете, используйте феминитив публично, например, в своем YouTube-видео, возможно, ну вполне возможно, вас причислить к движению ЛГБТ. Добро пожаловать в мир безумия, милые мои. Интересно слушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Ну и, конечно, не забываем поддерживать нашу замечательную инициативу. Шикарную инициативу, которую мы несем из видео-видео уже не первый год. Поддержка приютов, ваших местных локальных приютов. Поддержка волонтеров. Не проходите мимо страданий бездомных животных. На улицах, если видите голодного, холодного кота или собаку, возьмите на передержку, накормите, обогрейте. Откройте элементарно подъезд или подвал. Пускай животное согреется. Таким образом выживет, пережив эту ужасную зиму. Продолжайте поддерживать бездомных животных. Продолжайте быть защитниками братьев наших меньше. Продолжайте доказывать всему миру. Милые мои дамы, господа сплетники. А что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Личное благодарность всем спонсорам канала. Обязательно подписывайтесь, увидимся обязательно завтра. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!